Мы застали его при последнем издыхании, Изумлены были случившимся, как он с нами был. И в одно мгновение отошел от нас, Предан будучи смерти. Страшное, воистину, слышание и трепетное видение. Еще дыша, блаженный издал такой глаз, Упрежден я, захвачен врасплох. И словом этим, потрясший мало головой и рукою, Замолк, не успев сказать, что такое было. Но мы чувствовали, что значилось ей изумительное событие. Это сказал я вам не с тем, чтобы тень некую на весь напочившего, Да не будет, но чтоб себя устрашить и вас, воодушевить, Позаботиться о том, как бы и нас не застал врасплох последний час, И из гортани нашей не исторглось такое же воззвание в момент исхода. Но да будем всегда готовы на час этот, И не смущенно встретим его. Ибо написано, уготовився и не смутился. Солом 118.60 Но этого мы не достигнем, Если не будем тогда вне всегда внимать себе, Если не будем крепко хранить то, что делаем доброго, И исправлять покаянием того, в чем погрешаем, Всегда так благоустрояя себя, как бы имели тот, что взяты быть на небо. Ибо кому там должны мы предстать? Не судили ли всех и Богу, Которому поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, И всякий язык исповедается? А в чем ответ имеем мы дать? Не во всем ли, что совершенно нами в жизни, И делом, словом и помышлением? Во мне это всякий раз, как вспоминается, Производит ужас и едва ли не лишает чувств. Вам же можно помышлять об этом и без страха. Вам, говорю, благопослушным, И все попеченье возложившим на силу послушание. Ибо такова действительно жизнь в истинном послушании. Но какое оправдание перед страшным престолом Христовому готовят себе те, Которые отвращаются от послушания и живут в одиночку, Кружатся туда и сюда и не находят, Где твердо стать ногами своими? Увы, какая горесть! Как зло увлекательно! Как обратились вспять правошествовавшие путем монашеского жития. Лучше бы им не познать пути правды, Нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случаются поверные пословицы. Пес возвращается на свою блевотину, И вымытая свинья идет в кал тинный. Что ты, дружи, что ты? Ермо раба тянешь. Так оправдывается оставляющая обитель, Чтобы жить в одиночку, Говоря, чтобы обители рабству. Ты, сбросивший иго мир, И бежавший от него, И освободившийся от всех обычаях плотских. Уж не взять ли тебе и жену? Ибо эти две вещи неразлучны Суть принадлежности мира и того, что в мире. Для тех же, которые ведут крестоносную жизнь, Чуждо то и другое. Но причина этому, как обычно, грех. Поскольку мы срастолюбивы и сребролюбивы, То само собой прилагается к нам и женолюбие, Затем, чтобы не было свидетелей и обличителей того, Что бывает тайно, Брата иметь сожителем не хотим, А избираем одиночество, Или прямее рабство любостяжательности, Как совсем уже продавшее себя греху И ставшее рабами плоти и крови. Отсюда разложение внутреннего строя, Отсюда соблазны, отсюда падение. Мне же отсюда плач и сетывание. Обличаю, запрещаю, но не слушают. Да, в нем лет, однако ж, таковые, Что говорит Господь. Если бы не пришел и не говорил им, Не имели бы греха, Но ныне не имеет извинения во грехе своем. Чисть я от крови таковых. Можно бы совсем отсечь их от нашего общества, По заповеди, будет тебе как язычник. Ну а так, как теперь гонение, То отлагаю, Да как воздвигнут от дьявольской сети, Живо уловленная от него свою его волю. Вы же благословенная от Господа. 2 Тимофей 2.26 Живущие друг с другом, Вместе, вдвоем или втроем, И что еще более достойно похвалы, Живущие по уставу киновийному, Дома сидящие и не делающие Безвременных выходов, Кроме крайне нужных, Особенно натворжащие празднества, Услуживающие друг другу, И тем господствующие над миром, Все делающие боголюбно и благообразно, Вам благодать и мир да умножатся. И да узрите благая Вышнего Иерусалима Во Христе Иисусе Господе нашим. 2 Тимофей 2.36 Говорить нам должно и никак не молчать долго, Ибо молчание сон наводит на душу. А сон такой причиной есть смерти, Об избавлении от которой, Молясь, святой Давид говорит, Просвети очи мои, Чтобы не уснул я в смерти. Слово же, движущееся в сердце, Есть источник воды, Текущей в жизнь вечную. Всего, что может быть полезнее, И что это ведая? Блаженный апостол говорил, Слово Христово доселяется в вас Обильно, со всякой премудростью, Учащие и вразумляющие себя самих. Видишь, как он повелевает нам Самим себя взаимно учить и вразумлять, А не довольствуется Одними своими собственными напоминаниями. Я смиренно исповедую, Что всякий раз, как беседую к вам, Большую от того получаю пользу. Воззываю себя от мятежа жизни сей, Делаюсь более трезвенным И прихожу в чувства своих прегрешений. Ибо поистину, Жизнь здешняя многомятежна, Каждодневно влагается в уши злые речи И слухи суетные, Кроме того, и дьявол нападает Противными добру помыслами. Все это должно отгонять словом И чистую и блестей совесть, Внимая тому, на что лежим. На что же мы лежим? На то, чтобы служить нам Богу, Живому и истинному, И ожидать Сына Его с небес, Который воскресит из мертвых, Воскресив Иисуса, Избавляющего нас от гнева грядущего, Как написано. Но никакой раб не дремлет, Не покоится и не спит, Ожидая Господина Своего, И суду Его повинный. Но трезвится и бодрствует, И беспокоится о встретении Его, О коем опять апостол ясно говорит. Как сам Господь в повелении, При гласе архангелов, И при трубе Божией сойдет с неба, И мертвые во Христе воскреснут прежде, Затем мы, оставшиеся в живых, Вместе с ними восхищены, Будем встретить и Господу на облаках, И так всегда с Господом будем. Но кто это такие? Нищие духом плачущие, Чистые сердцем кроткие, Миротворные, милостивые, Иго послушания понесшие, Исповедания ненарушимым соблюдшие. Они с ним будут. Худых же дел наделавшие, Непослушные, непокорные, Отступники от исповедания, Отказывающиеся от послушания И всяких других зол делателей. Эти ни на облаках взяты не будут, Ни с Господом не будут. На что есть самое бедственное, Муку примут, погибель вечную От лица Господней, От славы крепости Его. Чего ни помыслить, ни сказать, О нас да не будет. Почему надлежит нам всячески заботиться О деле спасения нашего, Зная, что их гонения перед лицом нашим И что искушения приближаются к нам? Но не устрашимся и не убоимся От восстающих на нас искушений. Если Бог за нас, то кто против нас? Если в пришедших гонениях Он был с нами, Почему не быть Ему с нами смиренными и в настоящих, Подавая нам крепость и силу на все По обетованию своему? Да и что сделают нам противники наши? Опять изгонят, Но Господня земля, и что наполняет ее? Опять заключат в темницу, Но ничего нет, сладчая, темницы, Когда попадаешь туда за Христа, Опять бичевать станут, Но тем больше доставят нам венцов. Что если и умерть вят? Ибо и Господь наш умерть шлен был. Почему апостолы говорят, Если с ним умерли, То с ним и оживем, Если терпим, С ним и воцаримся? Таков был блаженный Феодор, Величайший свидетель Христов, Которого и память ныне совершаем. Все с радостью претерпел он за Христа. С такой же верой и мы, смиренные, Еще послужим Господу. С таким же упованием Претерпим всякую скорбь и тесноту, Находящих бед. Да как за послушание, Так и за исповедание. Удостоимся быть наследниками Царствия Небесного Во Христе Иисусе Господе нашим. 237. Вчера праздновали мы Память Святого Предтечи Господня И вспомянули притом О нашем монашеском жительстве. Но тогда были мы все вместе И в Дому Божьем ходили В единомышлении. Ныне же мы рассеяны, кто куда, По разным местам и селениям. Однако ж, поскольку ради Бога Рассеяние это, То радоваться должны мы По данной заповеди. Ибо Господь сказал, Радуйтесь и веселитесь, Ибо мза ваше много на небесах. К тому же через это Мы уподавляемся и Господу, Сказавшему, Если изгнали меня, То и вас изгонят, И все слово мое соблюдали, Будут и ваше соблюдать. Но все это сделают вам За имя мое, Ибо не знают пославшего меня. И поистине, Как иудеи неприемлия сына Показали, что не знают отца, Так и иконоборцы, Неприемли иконы Христовой, Показывают, что не знают Христа. Истина явна. Ведает же ее один из тысячи. Посмотрите, Как двоится у них Их злое мудрование. То говорят, Что никак нельзя Ставить икону Христову. То, что можно, Только в равном значении С знаками, Употребляемыми на войне И на охоте. Поклоняться же, Ему утверждает, Не должно, Как не кланяется Изображению лошади, Быка, льва, Тигра, Змеи, рыбы, Птицы. Слыша это, Кто не востинает, Кто не источит слез, Что икону Христову, Перед которой благоговеют Ангелы И трепещут демоны, Не стыдятся сопоставлять С изображениями четвероногих Присмыкающихся Рыб и птиц, И подобно им Не считает долгом Чтить. Какое страшное Измышление И какая еще Страшнейшая дерзость. Потом, Что еще? Изображение человека Именует человеком, Быка, быком, Верблюда, верблюдом, И вообще, По имени изображаемое Именует изображение. Икону же Христа, Господа, Богоматери Или кого-либо из святых Никак не допускают Называть их именами. Не даже и в переносном смысле, А просто говорят Икона, Не прибавляя чья, Чтоб, как им думается, Не погрешить. Такого неразумия И такого хуления И преисполнены они. Вы же, братья, Внемлите сказанному От святых отцов наших. И ведайте, Что если места, Где Христос родился Святый и поклоняемый Сути, Именуется и всякий Песок ли оттуда получит, Или камень, Приемлет, бледет И чтит то, Как священное сокровище. Не тем ли более Достоина честования И поклонения Икона Христова, На которой он, Как в зеркале, Явно видится И вызывает Подобающие к нему Чувства, Как бы К присущему. Ибо таково Свойство изображения, Что оно представляет Лицо изображенного. Почему я смиренный, Скорбя заблуждений Коноборческом сердцем, И боясь наказания За молчание, По необходимости Говорю то, Что говорю, Хотя мало и кратко. Если инославные Не перестают Наедине и публично, Письменно и неписьменно Воздвигать Хульный язык Свой на Христа, Почему же нам, Сидя дома, Не побеседовать Между собой, А подобающим В настоящих обстоятельствах? И как стерпим Гнев Господа, Если будем поступать Иначе? И какие подражатели Будем мы Отцам нашим, Которые молчат В подобном случае И прятаться, Называли справедливо Предательством истины? Итак, Говорить надлежит И слушать, Служа истине И словом, И делом. И святые апостолы Не проповеди Только божественную, Но и жизни непорочную Покорили вселенную, Просвещая омраченных И солью премудрости Осоляя обуявших, Нося с собой Только пиру и жезу, Подражая им, братья, Одобрение заслужим И мы, Довольствуясь тем, Что есть, Не сребролюбствуя, Но являясь Не стяжательными, Не делая безвременных Выходов, Не знакомясь с женщинами, От которых смерть. Если так будем Вести себя, То прославится Бог В нас, Возвеличится Предлежащее Исповедание, И противники наши Хоть мало усрамятся И расположатся К обращению. Если же не так, То есть опасность, Как бы вместо Ублажения Не заслужить Вечного осуждения. Сам же Бог Мира, Все притворяющее И прилагающее На лучшее, Да умиротворит Церковь свою, Наджида Сохранит Верными Истине, И доведет Царствие Свое небесное. 238 Настоящее время Есть время Жатвы, Время Трудов И потов. Когда Псаломское Исполняется Слово Выходит Человек На дело Свое И на Делание Свое До вечера. Не давая Себе Покоя, Пока не Кончит Жатвы, Не обмолотит Сжатого И не внесет Житницу Полученных Семян. Что Сказать На это Если Для Плотского Стижания Потребен Такой Труд, Не тем Липаче Необходим Он Для Духовного. Предлежит И нам Жатва, Как говорится Апостол, Сеющий Скупо Скупо И пожнет, А сеющий О благословении Благословении Пожнет. Опять И Господь Говорил Ученикам Своим, Не вы Ли Говорите, Что еще Четыре Месяца И будет Жатва. Я же говорю Вам, Возведите Очи Ваши И посмотрите На Нивы, Как они Побелели И готовы К жатве. И Жнущий Мзду Приемлет И собирает Плод В жизнь Вечную, Да и Сеющий Вместе Радуется С жнущим. Вот Указана Нам Жатва. Выйдем Жа с полным Усердием На жатву, Соберем Плоды Не плотские И текучие, Но духовные И пребывающие В жизнь Вечную, Освящение И мир Любовь И радость Благодушие И терпение Милосердие И кротость И всякую Другую Добродетель Эти Суть плоды Духовные Которые Должно Собирать С Рассудительностью Так, Чтоб к добру Не примешивалось Худое Что, То есть Любить Но без Пристрастия Соревновать Добро Но без Зависти Говорить О брате Но не враждебно И вообще Искренно Творить Волю Божию Благую Угодную И совершенную В жизнь Несоже Внесение Плодов Будет У нас Крепкое Их Прятание В сокровищницу Смиренно Мудрия Как указал Сам Господь Говоря Когда Сделайте Все Повеленное Вам Говорите Мы Рабы Ничего Не стоящие Ибо Сделали Что Должны Были Сделать И как К этому Руководит И апостол Говоря Что имеешь Ты чего бы Не получил А если Получил Что хвалишь Ты как будто Не получил Вот Какая у нас Жатва И каков Труд Не два Или три Месяца Продолжающиеся Но Простирающиеся До самого Конта Жизни Нашей Которая Однако Если Сопоставить Его С будущим Веком Вменится В один День Ибо Там Нет Конта Там Каждый Во веки Будет Питать От плодов Труда Своего И вечно Будет Радоваться Об этом Только Умертвим Члены Земные Блуд Нечистоту Страсть Похоть Злую И лихаинство Только Смиренно Понесем Иго Послушание Друг друга Поддерживая И друг друга Тяготы Нося И так Исполним Закон Христов Как написано И блажен Кто всему Благоговеяно Подклоняет Голову Блажен Наиболее Потрудившийся Ибо Чем более Труда Тем Большая Награда И последнейшее Берущее На себя Послужение Первенством Почтен Будет Как Говорит Господь Кто хочет Из вас Быть Большим Да Будет Для всех Меньшим И всем Слуга Ибо И сын Человеческий Не пришел Чтобы ему Служили Но Да Послужит И дать Душу Свою За избавление За многих Об этом Братья Помыслим И так Действовать Понудимся Да достойны Будем услышать Тот Голос Хорошо Раб Добрый И верный В малом Был верен Над многим Тебя Поставлю Войди в радость Господина Твоего 239 Время Жатвы Как видите И каждый Земледелец Поднимается На собрание Семян Ни труд Усилений Ни солнца Палящие Не утомляют Делателя Но с утра До вечера Трудится Он То сгибаясь То выпрямляясь Пока не кончит Придлежащего Ему Дела А мы Рабами Христовыми Именующиеся И монашескую Проводящую Жизнь Имеем Ли Так же Жатву Да Имеем И такую Жатву Какую Господь Наш Иисус Христос Указал Ученикам Своим Говоря Не говорите Ли Что еще Четыре Месяца И наступит Жатва Я же Говорю Вам Возведите Очи Ваши И посмотрите На Нивы Как они Побелели И поспели К жатве И с жнущим Сду Приемлет И собирающий Плод В жизнь Вечную Да и сеющий Вместе Радуется И жнущий Очевидно Таким образом Что у нас Есть и сеяние И жатва И притом Неопределенное Какое время Продолжающееся Но непрерывно Нам Предлежащее И навсегда Будем же Братья Жать усердно Именно Учащие Учение Предстоятельствующие Предстоятельствующие Попечение Овстем Эконом Экономию Служащие Служение Послушник Послушание Безмолвствующие Безмолвие Малящееся Терпеливое Пребывание В молитве Все Все Во всем Сколько сил Есть Ничем Не сообразно Было бы Когда плотки Действующие Так усердно Прилежат К своим делам Нам К духовным Деланиям Нашим Приступать Лениво И небрежно Когда те Потом Потом Обливаясь Не отступает От трудов Нам Отвращение Иметь Каскетическим Старанием Не царствие Ли небесное Предлежит Нам Не жизнь Ли вечная Не радость Ли неизреченная Да и возможно Ли предаваясь Лености Стяжать Что-либо Великое Вожделенное Никак И так Воспрянуть Надо От Наленности И нерадения И со всем Ржением Взять За дело И боящица Не что-либо Тленное И скоро Приходящее Но не тленное И вечное Так что И о нас Можно будет Говорить Труды Рук Ваших От труда Рук твоих Будешь Питаться Блажен ты И добро Тебе будет Не говори Никто Немощен Я не могу Жать Немощный телом Не может Подъять Телесных Трудов В духовном Жаделании Восхоти И будешь Силен Творить Благое Слезу Имеешь Сокрушение Имеешь Хранение Ума Имеешь Мир Имеешь И святыню Которые Более всего Любезны Богу Не говори Никто Разбился Я в падении Не могу Поднять И право Ходить Ты только Захоти И взыщи И воздвигнет Тебя Возвязающая От земли Нищего И от гноища Возвышающего Богого Разве Падающий Не встанет Или Отвращающийся Не обратится Иеремия 8.4 Живу Я Говорит Господь Не хочу Смерти Грешника Но чтобы Он Обратился Нечестивый От пути Своего И жив Был Иеремия 33.11 Какой же Благословный Предлог Можем Мы иметь Какое благовидное Извинение В том Что не со всем Рвением Приступаем К деланию Заповедей Чтобы улучить Таким образом Обитованное Благо Смотри Как потрудились Святые Отцы Сея Лежали Собирали В житницы Свои И ныне Радуется Ожидая Явления Последнего Дня В которого Сияют Они Как Солнце Не допустим Жа Братья Себя Отчужденными Быть От Блаженных Тех И за Немногие Ничтожные И маловременные Удовольствия Не продадим Спасение Нашего Имея Зато Бессмертно Мучим И быть Но Сколько Сил Есть Будем Напрягаться Тищи Вслед Их Все Перенося И Все Претерпевая Да Наследуем Царствие Небесное Во Христе Иисусе Господе Нашем 240 Время Жатва Расслабляет Тело Тяжелым Делает Бдение А Иной Раз Разленивает И к Слушанию По Учений Но Поскольку Мы По законоположению Апостола Должны Быть Как Ежедневно Умирающие Умирающие Обыкновенно Говорит Последние Свои Слова Надгробные И Отходные И Тем Внимательными Делает Слушающих То Не будем Лениться Слушать И мы Но Будем Внимать Тому Что Говорится Как Бы Присутствовали При чтении Завещания Завещания Живущих Плотски Как Плотское И Говорить О Плотском Именно Какое Наследство Оставляется Жене И Какие Еще Делаются Распоряжения Как Обычно Бывает В Нашем Жебыту Завещание Ничего Такого Не Заявляет Но Что То Что Мы Странники При шерсти Есть На земле И Что Как Ничего Не Несли В Мир Этот Явно Что Ничего Не Можем И Вынести Из Него Переходя Из Тления В Нет Ления Из Бесчестия В Славу Смертности В Бессмертия Так Что Не Погрешил Бы Кто Такое Завещание Назвал Евангелием Поскольку Я Апостол Признавал Что Разрешить Сей Быть Христом Несравненно Лучше И В Другом Месте Опять Я Уже Делаюсь Жертвою И Время Моего Отшествия Настало Подвигом Добрым Я Подвязался Течение Совершил Веру Сохранил Теперь Же Готовится Мне Венец Правды Который Воздаст Мне Господь В день Тот Праведный Судья И не Только Мне Но И всем Возлюбившим Явление Его Видите Что На нашем Отсюда Представлении Говорит Как бы В Евангелии Благовествуя И так Поскольку Нашенское Завещание Есть Евангелие То Сладость Послушаем Что Говорится В нем И в силу Его И ревностно Возьмемся За подвиги Не Обращаясь Вниманием И сердцем Ни к чему Житейскому Ни к родителям Ни к братьям Ни к сродникам И ни к чему Вообще Тварному Подражая Некоему Из святых Отцов Который Когда выходил Из скелии Клав покрывала На голову Свою Чтобы не смотреть На солнечное Сияние И который Когда спросили Его о причине Того Ответил Для чего Мне желать Видеть Этот временный Свет Этот Боголюбивый Муж Выступив За пределы Всего Тварного Берется Единой Любовью К Богу И созерцание Вещей Божественных Он Рассматривает И поднебесную Тварь Удивляясь И хваля Высочайшего Художника Бога Но Скоро Миновав Все чувственное Погружается В созерцание Вещей Невидимых Почерпая Из этого Радование И веселье Духовное Упоительнейшее Таков Был и патриарх Авраам Ибо Написано Верою Пришел Авраам На землю Обетования Как На чужую В кровь Вселился С Исаком И Иаковом С понаследниками Обетования Того же Ибо Ждал Основания Иного Города Которого Художник И строитель Бог Такого Великий Моисей Который Верой Оставил Египет Не побоялся Ярости Царя Невидимого Ожидая Как Видимого Терпел Все Таковы Все Святые Не смотревшие На видимое Но На невидимое И стремившиеся Не к временному Но к вечному И тем Образовавшие Себя По божественному Подражанию Сколько Оно Доступно Таково Стремление Восприимем И мы И никогда Не позволим Себе Вожделевать Красное Веко Сего Или Дивися Живущим Плоцки Но Более Постинаем Об них Что Приняв Благовестие О наследии Обитационных Благ Они Суетятся О стяжании Золота И серебра И отленных Удовольствиях Мы же Братья Говоря Апостольские Откровенным Лицом Славу Господню Вдирающие Вышнее Взыщем Вышнее Мудрствовать Станем Где Христос Одесну И Бога Сидит Чтобы И о нас Можно было Сказать Вы не От мира Сего И Ваше Жительство На небесах Где И да Будет Нам Предстать Неосужденными В день Воззаяния Праведного Суда Божия Перед Страшным Престолом Христовым И Услышать Вожделенный Глаз Призвания К Наследию Царствия Небесного 241 Будем Радостно Переносить Все Трудное И Прискорбное Бога Ради Упования Воздаяния Упование Же Видимое Несть Упование Как Говорит Апостол Ибо Когда Видит Кто Что И Надеется Когда Же Не Видим Надеемся Терпением Ожидаем Таким Образом Терпение Есть Величайшая Из Добродетелей Добродетель За Терпением Мученики Украшены Небесными Диодимами Терпением Преподобные Стяжали Венцы Правды Будем И Мы Являть Терпение В Послушании В Смирении В Безгневе В Исполнении Послужений Во Все Что Требует Подвига Терпения И Равное С Ними Мы Получим С До Воздаяния Знаю Послушническое Иго Знаю Болезненность Отсечения Воли Но Опять Ведаю Сладость Такой Жизни Ибо Когда Воля Своя Бывает Отсечена Тогда Путь Легок И Спасение Удобно Так Что Стоит Только Отсечь Волю Как Вместе С тем Явится Покойная И Блаженная Жизнь В Общежитии Бывают Труды Но Бывают И Утешения Трудится Кто Больше Брата Но И Воздаяния Больше Будет Иметь Он Каждый Свою Мзду Примет По Своему Труду Говорит Апостол Подчиняется Ли Кто По Любви Другому Но И Первенством Будет Он Почтен В свое Время Ибо Господь Сказал Кто Хочет Быть Из Вас Первым Да Будет Вам Раб Не Силен Кто Взять За Слишком Тяжелые Дела Пусть Не Не Бережет О Тех Которые Под силу Ему Да Во Всех Славится Бог И Никто Да Не Будет Ни Гош К Чему Либо Полезному Для Братства Сие Хотя Часто Говорено Было Но И Ныне Не Без Нужды Напоминается И Понимал Предлежащий Нам Подвиг Вот Я Положил Перед Лицом Твоим Жизнь И Смерть Говорится В Писании Чтоб Мы Держали Жизнь И Избегали Вечной Смерти Для Того Слово Наше И Утешение Наше Учение И Увещание Я Знаю И Убежден Что Ни Бесполезно Ни Для Меня Смиренного Ни Для Вас Слышащих Бывает Говоримое Не Хочу Чтобы Вы Не Ведали Что Хотя Мы В Изгнании За Слово Божие Но Живем Как В Монастыре Приходящих Желанием Отрещись От Мира Не Отсылаем Прочь Совершаем Это Через Рассеянных Всюду Братьей Наших Которым Заповедано Принимать Таковых По Возможности И Сопричислять К Братству Правда Многие Отошли От Нас Но Многие Вступили К нам И Братство Наше Увеличивается Бог Славится В Нас Он Прославит И Нас Себе По Обетованию Но Как Каково Начальство Таковы Подначальные Попрошу Вас Стоящего Главе В Пример Другим Преподобно Праведно И Благочестно Поживем Самими Собою То есть Своей Жизнью Направляя Других К Правости И Слове И В Жизне Да Не Будет Ж У Нас Ни Крика Неподобающего Ни Разговоров Спорливых И Слово Гнило Это Не Исходит Из Уст Ваших Но Только Что Есть Доброе К Назиданию В Вере Чтобы Не Осквернилось Через То Дело Ваше В Них Но Что Благоугодив Во Всем Господу Благому Богу Нашему Сподобились Мы Получить Обетованное Благо 242 Предпразднество Божественное Преображение Сподобие Сны Не Совершать Составили Мы Из него И Поучение Недолгим Словом Исполняя Долг Свой Все Господские Праздники Напоминают Таинство И явления Во плоти Спасителя Нашего Иисуса Христа Именно Что Он Родился Что Окрестился Что Распялся Что Был Погребен Что Воскрес В третий День Что Вознесся На В славе Праздник Преображения Живописует Состояние Будущего Века Ибо Каким Образом В преображении Лице Господа Просияло Как Солнце Ризы Же Его Стали Белы Как Свет Таким же Образом Придет Он Опять С небес Как Молния В силе И славе Многое Судить Всех И Как На Горе С ним Были Святы Петр И Аков И Ан Так Тогда Будут С ним Избранные В царстве Небесном Наслаждаясь Неизвеченным Богоявлением И Неизъяснимым Радованием Их силе Кто Доволен Кто Достоин Войти В радость Ту Кто Другой Как Не имеющий Жизнь Чистую И Непорочную Чист Же Будучи Бог Наш Как Свет Свет Светлейший К себе Приемли Только Чистых И Чистую Вложил Нас Душу Чистую И Потребует Ее От Нас